Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Сердечно всех вас поздравляю с крещением Руси и с памятью великого равнопостального князя Владимира, тысячелетие со дня представления которого мы сегодня с вами отмечаем. Ввиду того, что сегодня такой великий праздник, конечно, хотелось бы поговорить именно о нашей с вами стране и о том, какую роль, может быть, христианство сыграло в развитии культуры нашей с вами страны. Однако поговорим мы сегодня с вами не совсем с обычного ракурса об этом. Сейчас по факту страна наша считается православной. 80% современных россиян заявляют о себе как о православных христианах, однако это не так. Действительно, если мы с вами сейчас посмотрим, то христианами являются от силы 5% населения. Все остальные крещены и являются христианами номинально. Видится в этом главная проблема, проблема мировоззренческой каши, которая царит зачастую в головах современных людей. Огромное количество сект, огромное количество религиозных объединений, которые часто путают сознание современного россиянина, современного человека. Вот сегодня мне бы хотелось поговорить просто о вере, о православии, но несколько с иной позиции, с позиции некой дискуссии, дискуссии, которую иногда нам предлагают секты протестантские, какие-то различного рода объединения. То есть мы поговорим сегодня о православии от обратного. И в гостях у нас сегодня эксперт Юрий Григорьевич Смирнов. Здравствуйте, Юрий Григорьевич. Здравствуйте, отец Сергей. Сразу поясним, почему мы вас пригласили. Вы являетесь философом, педагогом, являетесь сотрудником социального отдела Самарской Сызранской епархии, вы являетесь членом приходской общины трех святителей, храма трех святителей, духовным чадом протерея Алексея Глудна. Но в прошлом вы были протестантом, в прошлом достаточно недалеком. То есть вам знакома эта кухня, что называется, изнутри. И вот сегодня бы мне как раз хотелось, я знаете, какую я сегодня, готовясь к сегодняшней передаче, вспомнил книгу Льюиса «Письма Баламутам», наверняка вам знакомая. Вот, книга может несколько изумить, удивить ортодоксального православного, когда он ее откроет, когда Бог там называется врагом, потому что написана она от имени искусителя беса, искусителя дьявола. Но в то же время через вот этот метод от обратного раскрывается вообще, по сути дела, христианское вероучение, вероучение о той борьбе, которая происходит внутри человека. Вот у меня сегодня было желание именно так же построить нашу дискуссию от обратного, потому что вы с этой кухней знакомы. Сейчас вы почему-то уже стали православными. Я надеюсь, вы поясните, почему, по какой причине вот такой перелом произошел. И мы постараемся поговорить вот именно о православии глазами протестанта, то есть бывшего протестанта, который что-то увидел в православии сейчас. Ну вот для того, чтобы познакомиться нам с вами, и для того, чтобы зрители вас узнали, вот немножечко о себе и о том пути, который вы проделали вот в лоне христианской церкви от протестантизма к православию. Я пришел в протестантизм в молодости, тогда мне было 20 с небольшим лет, 21. Это было время 90-х годов, когда после вот атеистической, атеистической, скажем так, идеологии, многие люди, в общем-то, были в растерянности, в поиске. И я был таким молодым человеком, который тоже искал. Каждый человек, наверное, ищет смысл жизни. У кого-то это на разных этапах жизненного пути, наверное, у разных людей появляется. У кого-то более ярко, у кого-то это более приглушенно. Но я искал Бога, искал смысл в жизни, искал каких-то изменений, прежде всего в себе, мира в своей душе, мира в своей совести. Почему я не пришел в православие, я не знаю, батюшка. Я не нашел этого в православии, может быть, потому что протестантские миссионеры более активны. Они и тогда были более активны, да и сейчас они довольно-таки активны. Хотя, конечно, сейчас нельзя сказать, что протестантские конфессии более активны в миссионерстве. Сейчас православная церковь, вот это передача тому свидетельства. Ну, тогда вот так произошло. И я думаю так, если бы там в протестантизме не было правды некой, я бы, наверное, не откликнулся. Меня все-таки, я слышал о Христе, я все-таки услышал какую-то часть Евангелия. И вот красота этой доброй вести о любви Божьей, о том, что Христос для нас сделал, она меня привлекла. Я помню очень ясно, когда я слышал об этом от протестантов, то я именно о том, что Христос умер для спасения людей, то Бог, который пришел на землю ради нас, я понимал, что вот я это ясно помню, что люди такое придумать не могли. И это действительно так. Это божественное откровение. А сколько вы лет были? Протестантам я был 18 лет, очень много. Уже 6 лет я возвратился в православие. Говорю возвратился, потому что я в детстве был крещен, хотя и не был воспитан в православной вере, в силу ситуации в стране. Все-таки это большой срок, поэтому я могу сказать, что часть современного протестантизма или неопротестантизма, можно и так назвать, я довольно-таки хорошо знаю, тем более я был не рядовым членом протестантской общины, но пастором. Из 18 лет, 15, я служил как пастор протестантский. Поэтому довольно-таки изнутри могу сказать, что знаю это. И вот, безусловно, встает такой вопрос. То есть человек 18 лет, то есть, ну это для некоторых это даже треть жизни, да, с учетом того, что у нас сокращается период жизни. Вы посвятили протестантизму. Что произошло на 18-м году нахождения в протестантской церкви, что вдруг Юрий Григорьевич взял и задумался? Я так понимаю, как отец Алексеев мне рассказывал, вы сами туда пришли, то есть к нему, для каких-то вопросов, ответов и так далее. То есть не было такого, что церковь православная вторглась вообще, начала всех обращать и так далее. Вот что произошло? Что вдруг в протестантизме вас не устроило? Да, никто меня не перетягивал. Вот особенность православной церкви, она ведь не навязчива в своем миссионерстве. Вот, и это, и в этом есть сила на самом деле. Вот протестанты, они, они говорят о том, что они верят так, как написано в Библии. И вот, понимаете, и я старался верить, как написано в Библии. И как христианин, и как протестантский служитель, я Библию изучал, старался это делать глубоко. Вот, и чем больше я изучал ее, тем больше у меня возникало вопросов. То есть на самом деле сама же Библия, сама же Библия и привела меня к тому, что я протестантские вероучения поставил под сомнение. А какие именно вопросы возникли? То есть... Очень много вопросов. Например, например. В посланиях апостола Павла, послания церкви в Колоссах, в Ефесе, картина церкви показана как тело Христова, в которой под головой Христом соединилось небесное и земное. Для протестанта небесная часть церкви, то есть наши святые, они вне их вообще как бы мировоззрения, вне их опыта. Вот. Этот момент. Далее, например... Ну, я только некоторые места указываю Священное Писание. Далее, например, в Евангелии Теана описывается момент, когда Христос после своего воскресения явился апостолом и сказал им, примите Духа Святого, как Отец послал мне, я вас посылаю, кому простите грехи, тому простятся. Протестанты говорят, что только Бог может простить грехи, и это правда. Но вдруг в текстах мы видим привязку к тому, что нечто должны еще сделать апостолы. Вот. Этот опыт совершенно не знаком протестантскому богословию. И вот, на самом деле, таких мест очень много. Они скапливались, и вот количество перешло в качество. Я тогда начал... У меня возобновился поиск. Ну, психолог бы сказал, может, начался кризис среднего возраста. Может, оно и так, но одно другому не противоречит. Вот. И поэтому я начал пересматривать свои убеждения. Ну, и тут, конечно, большую роль еще сыграла, как бы случайно, попавшаяся мне книга дьякона отца Андрея Кураева. Очень хорошая книга. Я рекомендую ее телезрителям. Это книга протестантам о православии. Вот, когда я ее прочитал, все мифы о том, что православие не верит в Библию или верит не по Библии, которые, в общем-то, мне были навязаны на самом деле. Ведь я судил о православии со слов протестантских учителей, не зная самого православия близко. Вот эта книга, она, я помню такой момент, когда я ее прочитал, все аргументы отца Андрея Кураева я выслушал. Я должен был решить так. Я себе сказал, если я честен, вот буду до конца с собой, то я должен согласиться. Вот. И для меня тут оставался момент, буду ли я честным, прежде чем с собой. Потому что эти аргументы были, они были, они положили меня на лопатки. Вот. Поэтому вот это была убедительная книга. И тогда оставался вопрос только времени. Вот. Ну и, соответственно, я читал, естественно, отцов в церкви. Вы знаете, батюшка, когда я еще был протестантским пастором, я помню, что я всегда думал о православии, меня привлекали, знаете, православные святые. Как-то неудивительно. Дело в том, что в протестантских конфессиях вот этого опыта святых, или такого примера святых нет. Да, там есть люди, которые уважаемы, чьи биографии описаны, на которых можно ориентироваться как на примеры некие. Это совсем другое. Вот. Когда мы читаем «Житие святого», вот тут есть что-то, что манит душу. Вот пример смирения, чистоты, пример любви, вот тот пример православной святости, это неизмеримо выше. Я, будучи еще протестантским пастором, я иногда брал с полочки, у меня была книга «Житие святых», и помолившись, чтобы, не дай Бог, в заблуждение не впасть, я читал, потому что душа этого хотела. Вот это примеры того, как Христос отразился в жизни каких-то людей святых. А вот, коли вы упомянули цитату, ну, не цитату, а вопрос, который возник при чтении апостольских посланий, давайте подойдем, может быть, непосредственно к... Не будем критиковать протестантов, вот, дабы сохранить некую политкорректность, вот. Вот, а все-таки, то есть, вот, как же себе православие, потому что основная проблема, которая возникает, я так понимаю, главный камень преткновения, это соотношение священного писания и священного предания. Да. То есть, как себе православные понимают священное предание, в противовес, соответственно, пониманию этого предания в других конфессиях религиозных и так далее? Ну, для православного человека, в отличие от протестанта, безусловно, конечно, как и протестант, сначала скажем, что и общее есть, и протестант, ну, вот тут вот не все протестанты одинаковые, вы понимаете, я хотел бы сразу отделить. Вот есть разные течения в протестантизме, есть даже те, которые больше мы не можем назвать христианскими. Например, мормоны или свидетели Иеговы, мы даже не можем это христианством назвать. Вот, эти секты, они активны, их миссионеры активны. Для них Христос не является Богом в полном смысле этого слова. Они отвергают личность Святого Духа. То есть, они внесли, они отвергли догматы, связанные с троицей. Те протестантские конфессии, в которых я был, с которыми я хорошо знаком, это все-таки христиане. Вот, потому что они согласны с общихристианскими утверждениями о троице. Вот, о божественности, о трех лицах божества, о божественности и человечности Христа. Да. Поэтому... Ну, то есть, вот отличие-то мы примерно уловили. А по поводу предания. Сходство мы уловили. А вот отличие заключается в чем? Но они говорят, что вот мы верим в Библию. Вот. И мы отвергаем предания, потому что это человеческие домыслы и человеческие добавки к Священному Писанию. На самом деле, это, кстати, аргумент очень большого количества и православных христиан, вот, мнимых, номинальных православных христиан, которые говорят, я в Бога верю, а в Церковь вашу не верю. Вот, мне кажется, это очень важно сейчас пояснить, потому что у нас не так много времени. Ну, для православного человека он принимает и божественный авторитет Священного Писания, и божественный авторитет Священного Предания. Тут мы должны отделить, действительно, Предание с большой буквы, Предание Церкви, от разных басен, которых тоже много. Вот. И на самом деле, что такое Предание, это то, в чем отцы Церкви между собой были согласны всех времен, всех территорий, не зная друг друга. Люди, которые действительно достигли чистоты сердца, святости, близости Богообщения, обожжения, они были с этим согласны. И, фактически, что такое Предание? Это опыт Церкви в Духе Святом, опыт понимания и применения Священного Писания. И поэтому одно без другого быть не может. Если мы оставим Писание без Священного Предания, то мы оставляем человека наедине с Писанием, и без помощи благодатного опыта святых людей, и каждый человек начинает толковать Писание в меру своей испорченности. А даже Библия говорит, лукавое сердце человеческое и крайне испорченное, и кто узнает его? Поэтому человек, даже сам не ведая того, начинает понимать, толковать Писание в угоду собственным интересам, страстям, прихотям, выгодам. И этот вот тонкий обман происходит незаметно для человека. Вот один из аргументов протестантов, протестантских объединений, что Иисус оставил нам Библию, Иисус оставил нам Евангелие. И вот мы должны, в общем-то, за рамки Евангелия не выходить. Да, но ведь на самом деле Христос нам не оставлял Библию. Вот как это так не звучит для протестантов качественно? Христос дал нам себя, по большому счету. Великое благочестие тайна, говорит святой апостол Павел, Бог явился во плоти. И вот, собственно, дар Он дал Себя. И Церковь, будучи Его тело, будучи Его тело, мистическое тело Христово, вот это и есть дар. И дар Бога. Он дал Себя, дал Своё тело Церкви. Мы читаем, что «Аз есмь с вами до скончания века», аминь. То есть предполагает, что Он даже и не оставил. То есть для того, чтобы оставил, значит, Он должен оставить и уйти куда-то, а Он не уходил. Он дал нам себя, а не оставил, да. И Священное Писание, по крайней мере, Новозаветный канон, который сформировался только, собственно, к 4 веку, и Церковь жила, о ужас, для протестанта 300 лет без даже утвержденного Новозаветного канона. И, собственно, тексты Священного Писания, Новозаветные, те, на которых опирается Церковь в первую очередь, собственно, Церковь их и дала. Поэтому, когда мы говорим, что первично, Писание или Церковь? Церковь? По факту. И как протестант смотрит на Церковь? Он открывает Библию и говорит, вот Церковь нужно создавать, как написано. И он читает и ищет инструкцию, а ее не нужно создавать. Она просто уже есть, она живет, растет, развивается. И поскольку это тело Христово, она не может от Бога отпасть уже. Могут отдельные люди. Поэтому ее никогда не нужно реформировать. И в нее нужно просто войти. Вот. И идея, с которой начался протестантизм, идея реформации, сама эта идея реформации Церкви, она, в принципе, противоречит доктрине о Церкви. Потому что необходимость реформации подразумевает, что Церковь отпала от Бога, ее нужно возвратить в правильное состояние. Но тело Христово от Христа отпасть не может. А тогда как мы решим вот эту вот проблему? Потому что все-таки, это последний вопрос, наверное, на сегодняшнюю передачу. Вот Лютер-то вышел, он же претензии-то конкретно предъявил, когда прикрепил свои... Но ведь он уходил из католической. Ну, то есть... Из католичества. Его претензия была связана с догматом, с властью Папы Римского, учением об индульгенции. Но в православии этого не было никогда. Не было идей о главенстве, о непререкаемом в третий... Или одного лишь патриарха. Или идей о индульгенции этого не было. Поэтому с Лютером, к сожалению, получилось так, что, как говорят, вместе с водой он выплеснул и младенца. Вот, то есть, выплеснуло и таинство, и апостольскую преемственность. То, что делает церковь церковью. Вот. Без чего церковь перестает быть церковью. Поэтому при всем уважении моем к протестантским и к членам протестантских и неопротестантских конфессий, я... Когда меня спрашивают, является ли это церковь, я говорю, что нет. Это общество, клуб, община. Это хорошие люди зачастую. Они задумываются, они изучают Библию. Но это не церковь. Быть приличным человеком, стараться жить порядочно и даже молиться недостаточно. И даже читать Библию недостаточно, чтобы быть частью церкви. Нужно влиться в церковь через крещение, через веру, покаяние, принимая таинство, принимая апостольскую преемственность. Ясно. Юрий Григорьевич, ну, время нашего эфира подходит к концу. Мы с вами встретимся еще в дальнейшем в наших передачах. Мне кажется, сегодня мы задали тон для дальнейшего разговора. Сегодня не так много мы обсудили. Но в следующей передаче, я надеюсь, мы с вами коснемся других аспектов протестантской претензии к православию. И постараемся о православии, прежде всего, донести весть нашим телезрителям. Спасибо за очень интересную беседу. Ну, а с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Сегодня, напомню, у нас в гостях был необычный эксперт, эксперт, который пришел от протестантизма к православию. В следующей передаче мы с ним встретимся вновь и поговорим уже более обстоятельно не столько о его биографии, сколько о содержании нашей православной веры, о том, как и что он увидел в православии. Напомню, что действует электронная почта и социальная сеть ВКонтакте, группа храма «Жен Мироносец», в которой вы можете оставлять свои вопросы. Мы стараемся регулярно проводить передачи, где будем отвечать именно на них. А сегодня мы с вами прощаемся. До свидания. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»